В улице Лермонтова сбили пешехода. Скорая выехала сразу после принятия вызова. Хорошо, что уступил, он тормозит. Тормозил, чуть там удар, не сильно. Ранимация там, быстрее переехали, где-то минут 5-6 минут, не опоздали, нормально приехали. Уступить дорогу скорой должны все. Сейчас штраф за непредоставление преимущества всего 500 рублей или лишение прав на 3 месяца. Со следующей недели за это вводится ужесточение наказания. Данный указ увеличивает ответственность водителей за непредоставление преимущества и создание помех до 5000 рублей штраф, либо лишение специального права водительского удостоверения до одного года. Норматив прибытия скорой 20 минут. По словам самих водителей медтранспорта, случаи, когда их не пропускают, встречаются редко. В основном на время прибытия кареты к месту влияют пробки на дорогах. Не сказал бы конкретно, что не пропускают. Стараются, конечно, все. Просто скажу, что полосы дорожные не хватает, что ли. Впрочем, препятствовать медикам выполнять работу могут не только на дороге. По словам старшего фельдшера Ларисы Маликовой, бывают случаи, когда мешать оказывать неотложную помощь начинают прямо на месте происшествия. Бывают на нас и нападения. За прошлый год у нас было три нападения. С вызовом полиции мы обращались. Заведены уклонные дела. А за этот год уже три нападения тоже было. Три вызова Роза Варди. Все машины неотложной помощи оборудованы системой ГЛОНА с камерами видеонаблюдения и тревожной кнопкой. В случае неправомерных действий сотрудники полиции не заставят себя ждать. Штрафы по новому закону достигают также 5000 рублей. Соответствующие поправки ввели также и в уголовный кодекс. Однако они будут распространяться на те деяния, которые привлекли к тяжкому вреду здоровья или смерти пациента. Максимальное наказание за это 4 года лишения свободы.